Здравствуйте, меня зовут Маргарита, я предсказатель по воде. Я вначале зажигаю свечу, потом читаю молитву в воду и спрашиваю ваше имя, число, год рождения. И что мне ваш ангел показывает, я буду говорить вам. Я не буду на ваше лицо смотреть, я буду смотреть в воду. Дорожка есть какая-то, дорога, это ближайшая, никуда не за границу, здесь по России правильно идешь. Шагай всегда вперед, у тебя получится, проект очень отличный будет. Твой парень где-то ходит, гуляет, ну как, ходит в лесу, дойдет до тебя, дорожка есть. Он много говорит и такой, знаешь, сразу тебя за руки возьмет. Вы вместе идете. Весна, ближе к теплу. Ну вы случайно, ты, это не старый знакомый, не одноклассник, это новое знакомство, совсем новое. Пошла к одной женщине, она гадала по воде, и она говорит, у тебя, говорит, это есть. Но у меня в роду и китайцы есть, и арабы, и я не знаю, с какой линии мне этот пришел дар. Но когда мне она подучила чуть-чуть, ну как она подучила, сказала, какую молитву читать, как свечку зажигать, и все. А потом мне осталась информация. Но я во сне сдавала экзамены. Я не видела, какие люди были, но были буквы, и у каждой буковки был огонек, фитиль. Это быстро-быстро, как вот в кино титры пишут, и такие вот, я вот сдала экзамены. И вот что-то должно, если произойти, ну такое хорошее, там может какие-то неприятности, то показывают во сне все. Но детям я своим не могу смотреть, я обращаюсь, я не вижу. А кто-то придет за какую-то родню дальнюю, спросит, ну он далеко этот родственник, мне его видать. А вот он сидит, мне его не видать. Бывают люди такие вот, ангел не открывает их, а выдумывать не могу, нельзя, рот закрытый. Покупка дома, работа, перемена по работе, муж гуляет, не гуляет, но иногда ангел показывает, иногда не показывает. Про денежки, про начальника, ну так вот, такие бытовые, больше бытовые спрашивают. Если какая-то операция должна быть, как она пройдет, все показывает. У каждого свое судьба, каждый носит свой плащ. У кого-то дрявый плащ, а у кого-то целенький плащ. Продолжение следует... Продолжение следует...